Всем доброго времени суток. Расшил я вот поточить сегодня немного на токарном по дереву. Такая заготовочка. Уже начал точить эта заготовка из вяза. Вяз был спилен вчера мной на корню сухостой. Думал нормальный будет. Я же его немного поточил шашель. Да и структура уже такая гниловатое. Хотел я делать с этой заготовки флейту. Или как еще говорят свирель. Ну походу ничего с ее не получится, потому что шашель потушил ее по всей длине. Вернее по глубине структуры дровесили. Станок этот у меня самодельный. Конечно, немного не так сделан. Широковато пространство здесь. Вот это ерунда. Подлокотник не очень-то устойчивый. Да и длинный сделал. Он прогинается. прогинается. Надо здесь обрезать немного будет. А здесь вот у нас стоит двигатель и просто дырка засверленная в заготовку. И на вал двигателя. Раньше лепесток стоял, но я этот двигатель использую и на виброствол, на вибростол для тротуарной плитки. Так что особо не заморачивал. Все взял и просто просверлил отверстие и наделаю все. Вот это двигатель наш. Около трех тысяч оборотов его. Полтора киловатта. Здесь у нас находится пусковое. Это кнопка для запуска двигателя. Это конденсатор 1100 микрофарад. Все это раньше было закреплено здесь на станине. Включалось удобно, но так как туда-сюда перекидаю этот двигатель, то сейчас в таком положении еще. вместо выключателя у нас скрученные два провода вместо вот. Будем это все дело тащить топором. Стамеску я свою полукруглую не нашел, которую тащил раньше. Так что все это дело будем делать топориком. Уже он пробовал. Посмотрим что получится. Запускаем. двигатель так включили зажали кнопку до премьер до Немного резко поставим топорик, топанулось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Выключил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 она уже у меня лежит где-то с той весны получается год ей уже немного подсохла потом с нее и выточу потому что с нашей вяза ничего не получилось хотелось конечно чтобы хорошая дровесина была но она оказалась у нас пораженная сильно так что все ничего не выйдет что я хотел показать в этом видеоролике это как можно топором тащить по грубой обработке ну и краткий такой обзорчик моего самодельного станка токарного бабка задняя сделана у нас такие вот пластины две сваренные сантиметровые здесь они болтами закрепляются снизу там гайки подваренные и так же пластина закрепляется чтобы держалась за уголки снизу на ней приваренные у нас гайки а сверху вот болты зажимаются это чтобы передвигать саму заднюю бабку туда-сюда бабка сделана такой вот подставочки с п-образной балки здесь на ней наварена это уже высоту регулировал тоже такая вот кусок металла 4 на 2 отрезался он с этой вот штуки длинной такой у меня лежит столистая на нее уже варились гайки и такой вот винт на винту здесь наварена гайка и потом под конус аккуратно снял я он не вращающийся наложила асалидола литола в отверстие и там внутри стоит гайка у нас под конус заточенная ну приваренная и вместе с этим болтом заточенная под конус вот это вот у нас находится контрагайка с этой стороны и контрагайка с этой стороны с этой стороны бронзовая когда уже поджал вот основный винтон это контрагайка с двух сторон уже надежно винт наш от вибрации никуда не денется не открутится ну а здесь у нас не знаю как он называется подлокотник или хорошее чтоб тащить упор ну так он длинноватый его ешат это плохо когда тот же а вот нахуй опасно конечно может вылететь заготовка так что я его думаю с двух сторон так вот укоротить немного сделать покороще сейчас он длинноватый где-то сантиметров 50 и будет сам без хорошего сделаю маленький такой штук жесткость была что еще здесь сказать ну конечно двигатель можно меньше обороте сты поставить то что 3000 оборотов немного страшновато тащить особенно когда что заготовка нецентрированные свежо вставлены эту вибрации сильно вчера поставил совсем станок подпрыгал то рубанком немного шлифанул где было горбатые неровные уже центрированные более-менее вот топорика сегодня снял думал сделать заготовочку на свирель ну как вы видите древесина уже никуда не годная подгнила сильно это у нас вяз который я на корню пилин пошел сухой газ был ну вот уже не годный никуда покажу вам одну штуку хитрую сделала вот здесь я находится розетка такая а вот это вот регулятор оборотов регулятор оборотов на болгарку дрель можно приспосабливать вот моя дрель это дрель болгарка угла шлифовальная машина ставил я этот регулятор сюда вот возле ручки так как родной регулятор вышел со строя с этим особо не заморачивался просто дырку эту закрыл убрал его здесь уже ставим регулятор с китая ну так как он туда-сюда таскаться провод постоянно отламывался там с отверстий я короче его убрал отсюда и решил сделать стационарный поставил сюда розетку провод к регулятору от регулятора вот уже получается сюда включаю вот я включил и можно уже использовать этот регулятор оборотов и для дрели и для болгарки ну и других электроприборов не сильно нагруженных китайцы говорили что этот регулятор на 2 киловатта но верить им то нельзя вот я включил болгарку сейчас покажу вот она у нас крут одной рукой конечно неудобно это делать так слышите по звуку обороты снизились вот я зафиксирую сейчас кнопку вот и будем крутить вот я крушу больше это я полностью убрал на ноль высшую вот стоит на нуле плавно добавляю так слышите по звуку обороты то добавляются то убавляется регулятор довольно так хорошо работает и вот опять включаем выключаясь розетки не забываем нажать кнопку чтобы потом не включить со включением отбила все так немного поделился с вами секретиком своим как можно сделать регулятор такой вот чтоб не был он как бы на болгарке там на дрели стационарно установлена розетка с регулятором и уже на вашем рабочем месте можно включать любой электроприбор также не только электроприбор касающийся как сказать болгарок там и прочей электротехники а также вот и свет включил и вот наша диодная лампа прожектора это на минимум выставлена минимальный ток и вот я потихоньку увеличиваю ну камера особо не передает как она светится вот пошло ярче 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 это на полную мощность такой вот регулятор можно использовать для многих целей от угла шлифовальной машины и дрели для регулирования освещения в помещении кому было полезное видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем спасибо за просмотр удачи до свидания